Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители канала «Аделия Рапоглана». Меня в гости Георгий Александрович Старов, известный учёный, основатель фонда ДНД, в прошлом советник Бреста Николаевича Ельцина. В 1996 году. Здравствуйте, Георгий Александрович. Добрый день. Ну что, Георгий Александрович, давайте с вами поговорим про 90-е. Снова актуальная тема, потому что сейчас на эту тему есть передачи Альфреда Коха и Евгения Сечи-Кислёва, они часто встречаются и рассуждают на тему 90-х годов, рефлексируют. Давайте тоже попробуем с вами прорефлексировать. Я думаю, это будет полезно. Георгий Александрович, в какой степени, на ваш взгляд, корректно выстраивают магическую линию 2000-х годов из 90-х? В какой степени эти два времени одно время предопределило второе? Ну, это довольно старые вопросы, старая песня. Эта песня начиналась в Кремле, примерно в следующей логике. Ну вот вы нас обвиняете в том всем. Это еще было в начале нулевых. Но на самом деле мы же корнями из 90-х. Это все из 90-х растет, ничего. А вы тут на нас накидываетесь, да? Ну, и я как ученый попытался разобраться в этой теме. И у меня была статья под названием «Фильтры истории», где я пытался ответить на этот вопрос. Дело в том, что все, что мы переживаем, это есть часть эволюционного процесса. Это касается истории, это касается динамики институтов и так далее, и так далее. Это касается языков, моды и прочее, прочее. И еще Петерим Сорокин, великий русский, американский историк, в своей замечательной толстенной книге про культурную динамику писал в конце, что вот эта вся динамика культуры, она состоит из каких-то постоянных, ну, он это не называл мутациями или инновациями, у него была своя терминология, но, значит, из каких-то инноваций, и фактически, не будучи особенно как бы вовлеченным в дарвинизм, он описывает дарвинизм, модель случайных мутаций и естественного отбора, и так далее, и так далее. Опять же, в своей терминологии. Это значит, что в каждый момент времени происходит что-то новое, у чего есть шанс перейти в будущее украинца, в том числе и в социальности. И если мы вспомним, да, и спрашивается, а бывают ли какие-то особенности в этом процессе? Да, конечно, бывают, это когда меняются критерии отбора, естественно. И мы не замечаем этих изменений, потому что, естественно, что вот эти инновации социальные, они генерируют и что-то, что мы потом называем, оцениваем отрицательно, и что-то, что мы оцениваем положительно. И мы не замечаем этих изменений, когда в будущее переходит или что-то отсеивается и из положительного, и из отрицательного, и то, и другое. И переходит и положительное, и отрицательное, и оценивается положительное, и отрицательное. А когда вдруг мы замечаем эту смену, когда вдруг осознаем, если даем себе какую-то возможность оглядеться и задуматься, что переходит, например, только положительное, а то, что мы раньше оценивали как отрицательное, не переходит, о, стало лучше. Или наоборот. Или наоборот. Так вот, ну давайте повспоминаем отрицательное, конечно, в 90-е. Да полно было, и преступность была, и причем такая серьезная, организованная рейдерство возникло где-то в 97-м году и дальше, когда приняли закон о банкротствах. И можно еще вспоминать. Но было и много положительного, в том числе, ну, скажем, свобода прессы. Это сравнительно все-таки нормальная политическая конкуренция, которая, ну, специалистами оценивалась там, что, ну, вот там бывает разбросанный разный административный ресурс. Не было вертикали, я напоминаю, избирательной власти, и на местах по-разному, в разные стороны фальсифицировали. Ну, где-то процентов 5 это могли оценивать максимум, да. Но в целом по стране это все усреднялось. Вот. А спрашивается, а вот потом, после нулевых, что заимствовали нулевые из 90-х, и что они отсеяли? Ну, оказывается, они заимствовали только отрицательное, и отсеяли все положительное. А где свобода прессы? Я сейчас говорю не о нынешних даже временах, что, ну, в принципе, можно было помыслить агрессию России против бывшей союзной республики, а инспирированную Ельциным и тогдашней властвующей элитой, даже если рассматривать там оппозиционную элиту, там Думу, например, в Думе сосредоточенной, это было невозможно. Но ни свободы слова, ни свободы собраний, значит, мы знаем, как это выглядело лет 5-6 назад, вот, ничего вообще, что вы захотите вспомнить. Остались только то, что не мешает власти. Ну, допустим, свобода передвижений. Неположительно, не отрицательно. Просто привыкли не замечать, что можно в любой момент поехать в любую страну. А где-то даже это используется властью, когда выдавливают кого-нибудь. Вот. Поэтому это был момент, когда поменялись, ну, так сказать, фильмы истории. И начался, стало быть, другой период. Георгий Александрович, если оценивать, скажем, 90-е годы через ратризму развития России и Украины, было, на мой взгляд, два таких, ну, много было, естественно, скажем так, точек отсчета, но две из них, на мой взгляд. Первое, расстрел в России парламента осень 1993 года и принятие Конституции, хоть и через референдум, но, по сути, это была Конституция, рожденная на разогнанном парламенте. А с другой стороны, в Украине очень долго мучительно думали над будущей Конституцией. Да, это затянулось до 1996 года, но Конституция родилась как компромисс внутри парламента. Да, для этого не потребовалось его разгонять. И с другой стороны, второй, вторая репортная точка – это уход Крабчука от власти в 1994 году. Да, он был уверен, что он сможет победить, но он проиграл и был создан этим президентом ухода от власти. С другой стороны, Ельцин, которому вплоть до начала 1996 года и Барсуков, и Коржаков, Сосковец, и не предлагали силовой сценарий, когда выбора вообще можно было бы не проводить. То есть, скажем так, вот там, ну вот, сама возможность править вне Конституционно и подменять под себя законодательство, она ведь тогда родилась в России. Не кажется вам, что вот в этом была ошибка, что в борьбе с коммунистическим прошлым упустили, скажем так, строительство авторитарного начала? Может быть, лучше было бы, если Ельцин не перезбирался на трассовку? Да, это модная тема. Назовите мне, пожалуйста, хоть одного парламентария, который стал жертвой расстрела. Был расстрелян парламент, вы сказали. Никто, никто. Второе. Какой орган вы называете парламентом? Верховный съезд и Верховный Свет. А вы Конституцию помните? И что делал этот съезд и Верховный Свет? Какими полномочиями он обладал и как он их использовал? Значит, это была чистая советская власть. Это был монопольный орган власти. Ну, вы молодой человек, и вы не помните упоение еще депутатами союзного парламента, которые этот мем, как нынче говорят, сформулировали. Мы можем решить любой вопрос. Появился такой лозунг, он появился на съезде, он перешел потом в Верховный Совет СССР. Потом это было заимствовано, значит, калькированными конструкциями. Калькированными не по методу избирательными. Там не было вот этого специального списка партийного или там профсоюзного. Были сплошные мажоритарные выборы. Но сама конструкция власти была, полномочия были чисто советские. И Верховный Совет, и особенно президент Верховного Совета, принимал даже решение судебного толка. То есть, как бы, что такое нормативные решения, там, законы, указы и так далее. Это нормы универсального применения, да, которые пространяются на какую-то сферу регулирования. Значит, такого рода решения они принимали, и исполнительные конкретные решения они принимали. То есть, идея разделения властей, которая формально записывалась в поправках, она была этому органу абсолютно чужда. И, собственно, не было никакого баланса властей по тем поправкам, которые они вносили. Значит, у них была возможность там отстранить президента от власти, но у президента не было возможности ограничить парламент каким-то образом. То есть, система предварительности начисто отсутствовала. Вот. И, собственно, Ельцин... Я напомню, что был референдум, да, где были четыре вопроса. Три вопроса, три вопроса про Ельцина. Там, где можно было в каждом из этих вопросов, можно было выразить ему недоверие. Значит, он выиграл по всем трем вопросам. И был еще вопрос про... А как там насчет перевыборов-то? Дуэта... Съезда. Значит, большинство... Значит, большинство высказалось против перевыборов президента, но высказалось за перевыборы съезда. А Конституционный суд, который тогда исчез как нейтральный орган и встал на сторону съезда, сочтяя его будущим победителем, он это проинтерпретировал так, что... Значит, ну, поскольку это такой важный Конституционный вопрос, то нужно большинство считать не от участников, а от списочного состава. От списочного состава большинство не получалось. Дальше, больше, ну, Хазбулатов официально заявил, что за Ёльцину голосовали только пьяницы и наркоманы. В устах Хазбулата это было очень забавно слышать. А дальше начались, инспирированные Верховным Советом, очень серьезные волнения. Ну, не столько не волнения в нормальном этом смысле, а, так сказать, усилились оппозиционные демонстрации, в основном коммунистические, вплоть до человеческих жертв. Мы помним, как 2 мая, по-моему, или 1-го, была демонстрация, где они грузовиком раздавили милиционера. Ну, прижали его. И он умер. Вот. Вот так это началось. Ёльцина очень во многом обвиняют и воспринимают его абсолютно неадекватно. Он был фантастически компромиссный человек. Он, учитывая, вот по всем этим обстоятельствам, которые происходили после референдума в этой... А там, кстати, президент Верховного Совета бросился во все старые грехи, повторял все то же самое, то, что я вам рассказывал. Вот. Вот. И он на грудном кармане пиджака с мая носил указ о распуске. Если бы он был такой, значит, брутальный, решительный человек, он бы в мае их к чертям собачьим распустил, потому что они вместе с ГОБРой, с Конституционным судом пошли против воли народа. Вот. Он вместо этого придумал ровно то, о чем вы спросили. Значит, Конституцию обсудить на более... Лиська кончает. У меня кошка тут, это самое. Ну, кончай базарить. Я ее выправил, потому что она будет нам мешать разговаривать. Это быстро. Все, иди. Давай, хвост убери. Все, можем продолжить. И он предложил Конституционное совещание, и в июле ему... А там были, естественно, представители всех органов власти, разных уровней, включая муниципальный и парламентские, непарламентские партии. Все там было представлено. Вот. И в июле они выдали ему Конституцию, согласованную на этом хуране. Вот. А в августе к нему пришел Константин Лубенченко. Это народный депутат СССР. Ну, так сказать, из межрегиональной депутатской группы. Это была оппозиция демократическая на съезде. Известный политик. Он тогда возглавлял парламентский центр. И сказал, Борис Николаевич, коммунисты накапливают оружие в подвалах парламентского центра. Значит, это он заявил публично на одном семинаре уже где-то в ноябре. Что-то в этом духе. Или в декабре 1993 года. И Ельцин их. Ему ничего не оставалось, как их опережать. Напомню, что первую кровь пролили они. А не Ельцин. Напомню, что и один депутат не был не то, что расстрелян, там, или еще что-то подвергнут каким-то санкциям. Тот же Рудской избирался в губернатора и так далее, и так далее. Вы просто вспомните, что было после. Если Ельцин хотел бы воспользоваться авторитарной властью, то ему нужно было делать это, не поскорее выплескивать эту конституцию и делать перевыборы. А консервировать ситуацию, как происходило это в истории, там, тысячи раз. Он пошел на выборы. Евгений Александрович, тогда у меня контактный вопрос. Он должен, наверное, носить больше социологический характер. Опять же, если брать пример Украины, Украина на протяжении 30 лет, ну, даже не 30 лет, на протяжении 20 лет до 2014 года, было какое-то такое четкое социологическое деление. То есть, часть смотрела на взаимодействие с Россией, часть смотрела на взаимодействие с Европейским Союзом, Европой. То есть, вот такое было оформленное желание уйти на Запад. Хотя Украина является глубокой европейской страной, но было вот желание, вот оно вот, ну, как любая мечта, как любое желание, оно такое духовный характер. И за счет того, что, скажем так, это были две четко устоявшиеся сформированные идеологии, они конкурировали между собой, и это позволяло сохранять баланс в системе демократии в Украине и так далее. А в Украине, на мой взгляд, то есть в России, на мой взгляд, в 90-е годы не возникла вот какой-то конкурирующей идеологии по отношению к, скажем, тому имперскому величию, которое России там досталось с царских времен, потом там с советских и так далее. Вот не возникла никакой конкурирующей идеологии, потому что Россия – это большая страна, да. Вот почему, на ваш взгляд, она не возникла, и можно ли было искусственно вот ее сформулировать и заразить ей там массу, чтобы действительно была конкуренция и на уровне бюрократии, а на уровне идеи? Значит, дело в том, что, я напомню, Россия, Российская Советская Социалистическая Федеративная Республика, как одна из союзных республик, была самой ущемленной в составе Советского Союза. У нее не было самостоятельной милиции, самостоятельного КГБ, немного еще чего не было, что было во всех союзных республиках, которые имели, ну, как бы, зародыши будущей государственной власти, если что. А в России этого не было, потому что, ну, как, ну, Россия же, ну, вроде, по идее, митрополия, зачем там владеть отдельно? Вот. И, поскольку, так сказать, 70 лет понятия империи большевики применительно к себе не позволяли, это возникло только в времена Горбачевской, и то в довольно позднюю часть этих времен, то сама эта идея, она не могла стать политической, объединяющей. Это была идея очень тонкого слоя интеллектуалов. Она сейчас стала политической, благодаря Путину, естественно, и благодаря тому, что он делает. Она актуализировалась, актуализировалась по полной программе, и она стала политической, и она теперь только имеет шанс стать одним из китов идеологии какой-то будущей партии. Я про предыдущие вообще молчу. Именно в силу этой особенности и Российской Федерации, и вообще всего предшествующего периода, а для остальных вот это понимание себя, сознание себя, как части одной из колоний империи было абсолютно естественно. Оно присутствовало всегда в диссидентском движении. В диссидентском движении передовом в Москве не было имперской идеи. Просто как таковой. Нарушение прав человека, пожалуйста. И так далее, и так далее. Вот. Поэтому эта разница абсолютно естественная. Георгий Александрович, вот вы сами так же сказали, что была тонкая прослета интеллектуалов, которые говорили об империи. Действительно, знаете, я перечитываю, пересматриваю хроники 90-х годов, но выходил на канал Останкина, когда молодой Сергей Карганов в общем-то говорил, то, что он говорит сейчас, с разницей лишь в том, что тогда это звучало чуть-чуть дико, либо про ханов. А вот вы сейчас сказали, что Путин взял вот эту идею отдельного круга интеллектуалов и сделал ее политикой. Почему были же разные идеи? Почему Ельцин взял какую-то другую идею? Вот более вегетарианскую, более демократическую, более проевропейскую и не залезал в ее массы? Это сделал Путин до точно. Значит, ну, во-первых, Ельцин все время отрицал необходимость создания проельцинской партии. И это была одна из причин, слава богу, у нас миновала чаша сия, что его помощники, я был не советником, а помощником, его помощники не занимались этой проблемой. Ну, вот. Хотя много чем приходилось заниматься. Но Ельцин категорически эту идею отвергал. Второе, что он отвергал, только где-то какой-то небольшой период конца 97-го начала, даже, ну, да, может быть, даже больше начала 98-го года, у Ельцина была такая практика ежедневных радио, ежедневных радиообращений. Это было. Но совсем недолго. Но идею каких-то пропагандистских усилий он отрицал просто вот так. потому что вы мне что предлагаете, значит, возрождать идеологический отдел ЦК, за что я боролся, черт побери, да, ну, не в этих словах, он даже, черт побери, у него в волосах было ругательством. Вот, он не говорил таких слов. Ну, вот. Поэтому Ельцин демонстрировал, Ельцин не пропагандировал, вернее, он пропагандировал, но пропагандировал тем, что он делал. Когда ему какие-нибудь эпизоды. Берите суверенитет столько, сколько можете переварить. Да, это он сказал в Татарстане, Башкортостане. Его советник по региональным вопросам и федерализму Леонид Викторович Смирнягин специалист по этим вопросам. Он сказал, что это самое федеративное высказывание в истории. Значит, федеративные идеи. Вот. А это такой пример. Другой пример. Его помощник Михаил Александрович Краснов, помощник по юридическим вопросам, написал, что вот значит министр обороны Грачев значит, обвинил обвинил в клевете Холодова. А? Холодова. Нет, это было про машины еще. Паша Мерседес. Вот эта история. Значит, но не приходит на суд. Значит, Борис Николаевич очень любил Грачева. Вот. Я был свидетелем этого дела, как он к нему относился. И он позвонил Грачеву сделан стык. Значит, почему он не приходит на суд? Значит, наябельничал и не приходит. Вот. И я уж не говорю про его отношение к прессе и прочее, прочее. Да? он агентировал собой, своим поведением и так далее. Да, но я, опять же, я прекрасно понимаю, что, когда ты находишься внутри какого-то политического процесса, это совсем другой уровень ответственности, нежели позиции эксперта. А столько вопросов, что действительно о каких-то долгосрочных перспективах не приходится и думать. но возникала ли у вас мысль, когда эти бурные 90-е, когда, скажем так, какие-то ненавиды ненавиды меркам ерундовые вопросы занимали все время, что вот эта система, построенная исключительно на характере Ельцина, она настолько ручная, что при любом другом правителе она может подстроиться сразу под него, то есть не было создано это глубинное государство с его логикой. Тогда меня это не занимало, потому что там было столько вопросов, которые занимали, что просто надо вспомнить это время и будет понятно. на самом деле любая конституция это всего лишь бумажка. Даже американская конституция и любая другая. конституция работает, когда люди считают ее своей и соответственно к ней относятся и себя позиционируют в этом правовом пространстве конституционном. и конституция защищает людей только тех, которые готовы и могут защитить конституцию. Это было не про Россию. в том числе и по вот этой родовой конституционной травме то, что она появилась во-первых после вот этих столкновений осени всех передряг и жертв осени 93-го года. Она даже по указанию Ельцина несколько подправлялась с точки зрения полномочий законодательной власти по той же причине, по причине травмы не дай бог, что может появиться что-то такое, что приведет к таким же неприятностям. Там конечно есть механизмы сдержек и противовесов, но они конечно несколько перекошены. У Ельцина больше свободы отправить Думу в отставку, чем у Думы вынести импичмент президенту. Поэтому у них и не получилось, не добрали они, когда пытались в 99-м году. Вот. И это первое. И второе. была одна кардинальная ошибка во всей стратегии демократов. Они дом строили с крыши. А именно они прежде всего заботились об учреждении демократии, конкуренции и так далее на высшем уровне. А начинать надо было с муниципалитетов. С нижнего с grassroots level, как говорят американцы. Вот с этого уровня надо было начинать. Но и здесь опять же это дань, так сказать, традиции, вся реформа совершается сверху. А когда они совершаются сверху, то, конечно, верх обустраивает сам себя демократически, если он там что-то затевает. Это у Александра Второго хватило сил и у его советников хватило ума заняться местным самоуправлением. И они продили либерализм снизу, а не сверху в результате. Вот. А этого в России не произошло. Георгий Александрович, я недавно задавал этот вопрос Игорю Липсицу. Вот вам повторю этот вопрос. Балтийские государства, они прошли период реституции, то есть, когда было установлено право собственности. Это же базовое право. Это то право, которое как бы относится совершенно конкретного человека. Так? А в России не произошло, и нет, как, в России восстановление прав собственности. То есть, восстановление некой преемственности. на ваш взгляд это была ошибка в виде, скажем так, отсутствия реституции, то есть, отсутствия признания священности прав собственности, потом породило залоговые аукционы, а потом уже дитычные породило возможность для условного Путина апеллировать к тем, кто приватизировал с претензиями о незаконной приватизации. То есть, не видите ли вы эту проблему? Нет, проблема была в другом. Если бы в России произошла реституция, я был бы собственником дома напротив Кремля. Мой дед, ой, мой прадед построил этот домик, купец первой гильдии, почетный гражданин Москвы, правоверный еврей, при этом не крещеный, но он построил этот домик напротив Кремля. Он так и назывался при советской власти Шабатка, у него была фамилия Шабат. И я бы был владельцем этого домика, я был бы не против, но это было абсолютно нереально, потому что 70 лет это не 30 лет. Просто как бы восстановление вот этих реальных собственников, ну, про Гавелла все знали, значит, что его ближайшие предки, между прочим, владели студией Барандов, да, не говоря уж о том, чем они еще владели. И это был очень маленький отрезок, ну, посчитайте себе, с 45 года по 90, 45 лет, значит, это просто практически полтора поколения. Ну, как не знать, ну, все это знают, да. Это, вот это, между прочим, когда-то писатели Гавелла, а теперь президенты, да. Вот. У них это было возможно, точно так же, как в других странах соцлагеря, который сформировался как раз, значит, после 45-го года. Вот. А у нас уже это было нереально по юридическим причинам. Вот. Восстанавливать хоть в какой-нибудь ощутимо реальной доказуемой дозе, это было нереально. Георгий Александрович, у меня к вам будет такой последний вопрос. Вот сейчас на протяжении 8 лета Запад активно помогает Украине, особенно начиная до 4 февраля прошлого года, когда началась война. Запад помогает взамен на проведение в Украине реформ. на этом делает акцент на СССР Америки необходимости проведения реформы всех сфер украинской жизни. Была создана вертикаль, НАБУ, САП, то есть, грубо говоря, вертикаль, которая не зависит от украинского правительства, которая много ориентируется на СССР Америки с тем, чтобы искоренять корпусы в Украине. Ну, и СССР Америки не патронирует Украину, и в определенной степени это очень хорошо. Почему в 90-е годы, на наш взгляд, Россия была слаба, когда она зависела от денег, вот просто зависела от кредита западного, чтобы выплачивать зарплату, не было вот этого патронажа, почему не было, скажем так, программы, условно говоря, деньги взамен на реформы, вот почему этого не было? Ведь Россию можно было поменять тогда? Хороший вопрос. поскольку я этой темой занимался очень серьезно. Я имею антикоррупцию, конечно, не ловлю коррупционеров, а значит, как собственно сделать так, чтобы не нужно было постоянно за ними бегать. Вот. То есть, превенция, да, антикоррупционная? значит, я начал этим заниматься только в самый последний период своей работы с ним и в основном занимался этим, когда уже ушел. Неважно. Значит, если говорить о Западе, для Запада коррупция в стране, по помощи которой они думают, была делом привычным. Начиная еще с Южной Кореи, с конца 40-х годов. Потом она стала великой Южной Кореей, девятый номер по списку, по разным рейтингам. Наверху, на топе. И это далеко не единственный пример. Точно так же, как англичане с Сингапуром и так далее, и так далее. Поэтому они занимало другое надежность вложений. И в 91-м году, когда, собственно, начались реформы, и когда очень нужны были деньги, они были чрезвычайно скупы. И их скупость закончилась только в 94-м году, когда не только было два обстоятельства. А, Ельцин выиграл, похоронил советскую власть, на самом деле, вот что произошло осенью 93-го года, и б, они начали жить по новой конституции. И с их точки зрения, она действительно была адекватна их представлением. Предыдущая не была, естественно. И для них это было важно. И они начали тогда давать больше. И в отличие от многих стран Восточной Европы, у них не было этой антикоррупционной программы. И только когда я этим занялся, только в 98-м году на одной конференции в Париже я от имени нашей маленькой делегации в три человека сказал, а собственно почему вы помогаете России, не предъявляя ей антикоррупционные требования в отличие других стран. Вот. Это возымело действие. И тогда собственно Всемирный банк начал реализацию некой программы. Это началось с большого исследования, которое мы как раз проводили, выиграв тендер соответствующие и прочее и прочее. Вот. Но это началось с огромным запозданием, конечно. А тут два года пришел Путин, ну и там уже были другие песни. Георгий Александрович, но все-таки почему Латна в 94-м году, до 94-го года было понятно, почему так действовал Запад, просто потому, что карта могла лечь по-разному, да, мог, условно говоря, Верховный Свет победить, коммунисты могли быть не просто опередочной политической силой, могли реально противить угрозу возвращения, просто коврицу. Но почему начиная с 96-го года, когда произошел психологический перелом? В тот момент стало ясно, что коммунисты все, гэкнулось, их силы больше нет, на мой взгляд, да, потому что их поколение уходило, прочее, прочее. Почему в тот момент, скажем, не увязать было помощь России, ведь тогда еще оставалось два года, даже три года до начала всплеска цен на нефть, то есть за эти три года можно было насытить Россию деньгами, что, кстати, происходило взамен на реформы, демократизацию, борьбу с коррупцией и прочее, прочее? Ну, демократизация и так шла. Понятно, что она шла, так сказать, не по королевской дороге к вершинам демократии, это понятно, после 70 лет советской власти это было очень трудно, учитывая, что бывшие страны Варшавского блока естественно были довольно едины и монолитны в своем стремлении к демократии Европы и так далее, и подальше от этого Советского Союза. Россия была совершенно расколотой страной, фантастически расколотой и населения, и элиты, там все было гораздо сложнее, но это другая песня. Но здесь про другое, дело в том, что это уже работающая гигантская бюрократическая международная машина. И вот как она после 94-го года увидела, что есть шансы, что это будут нормальные вложения, и они начали вкладывать больше. И эта машина работала, ну и победа Ельцина на выборах подтвердила их расчет, и как-то они собственно они начали обращать внимание на коррупцию, только в конце 99-го года, в связи с приближающимися президентскими выборами, вот тогда-то это у них там пошел этот разговор. Но тогда уже в этот момент этой проблемой Всемирный банк был озабочен. поэтому этот вопрос и тогда но в самом завершении я думаю как правильно сформулировать этот вопрос, а вот сейчас последние два года мы имеем то, что имеем, войну, военные действия между Россией и Украины понятно, что в России 140 миллионов человек и как бы для России Россия может тянуть этот процесс, но так или иначе это же как воронка натягивает, затягивает, затягивает и делает вид, то есть если в Украине я знаю, что там Украина воюет за слухи, ретриарные цели, за свои границы и прочее, то в России люди как бы абстрагируются от происходящего и делают вид, что ничего не произошло, на мой взгляд, большинство. Но когда вся эта история закончится, она безусловно как все это закончится, а станет ли это определенным каким-то на ваш взгляд стрессом в психологическом понимании, то есть когда некое явление оно влияет на стресс, скажем так, настроение в обществе, вот там базово влияет, то есть производит к смене констант, как вы считаете? Безусловно. Безусловно. Ну для довольно существенной части людей я думаю, что их ну даже по самым скромным оценкам которое сейчас социологически невозможно выявить, сейчас любая полевая социология абсолютно бессмысленна в России. Ну социолог Гурилев же недавно заявил, социолог Гурилев в кавычках о 20% которых необходимо в России ликвидировать и поддерживать политику почвенно, да. Вот он 20% социологической социологии я думаю, что он даже преувеличил, но это скорее из кровожадности, чем из понимания социологии. Я думаю, их не больше 15%, но это очень существенная часть. Я напомню, что изменения, происходящие в стране, определяются не таблицами социологическими. изменения осуществляются активной частью населения. И поэтому тут важно считать, что такова там доля этой активной части. Я думаю, что она довольно существенна и в масштабах страны она может вполне составлять порядка 10%, которые уже испытали шок. И они живут в условиях этого шока, и многие живут не у себя дома от этого шока, потому что исход был довольно большой из страны. Но то, что это будет шоком и для остальных, это бесспорно. И то, что мы живем в преддверии каких-то серьезных перетрясок в стране и изменений, это для меня очевидно совершенно. Георгий Александрович, спасибо вам большое за это интервью. С нами был Георгий Александрович Сатаров, основатель фонда ДНД, прошлый помощник президента Борису Николаевича Ельцина, известный был Крисовский. Спасибо вам большое, что были с нами на YouTube и до новых встреч. Дэн Лёгстрих. Продолжение следует...